2 сентября. Нина. Письмо называется про адекватность наказания. Здравствуйте, Юля. Меня зовут Нина. Здравствуйте, Нина. Спасибо вам за вашу работу и помощь в воспитании детей. Пожалуйста, у меня вопрос про логику в наказаниях. Сыну 3,9. Ходит в сад с прошлого года. Адаптация тяжелая. Долго не спал в саду. По утрам закатывалась в стеки. Часто болел. Потом более-менее ситуация нормализовалась. Но наступила пандемия. Опять получился большой перерыв. Не ходили в сад 4 месяца. Сейчас начали снова. Проблема в том, что сын протестует перед тихим часом. Не укладывается в кровать. Если ложится, то спать не хочет. Болтает. Воспитательница злится на него. Он мне потом говорит, мол, не пойду в сад. Она на меня ругается. Но мне кажется, сын достаточно взрослый уже, чтобы понимать, как можно вести себя и как нет. Взрослый достаточно. Только что вот Курпатова слушала. В 25 лет будет только взрослый. В 4, ну и вообще не алло. Так. Как можно вести себя, а как нет? Что нужно спать в детском саду, а не закатывать истерики. За это я его наказываю. Например, не даю ничего вкусного. Ну что наказывать-то? Многие дети уже в 3 так созрели, скажем так, все структуры мозга, что им не нужно уже в сон уходить. В сон уходит тогда мозг, организм, нервная система и все. Все внутреннее наше в сон уходит тогда, когда нужно пообработать информацию, скажем так, полученную накануне и зарядиться новой энергией. Силы закончились, да, и нужно зарядиться новой энергией. Вот тогда уходит в сон. Почему грудничок спит практически сутки? Он просыпается, ему достаточно увидеть небо, потрясли его в коляске, поцеловали в попу и в пятки, он пососал, все, у него переполнен просто имеющийся на данный момент база, не, как сказать, сосуд, имеющийся на данный момент маленький сосуд, в который сливается вся сенсорная информация, вот так вот, да, скажем, вот, и он уже настолько переполнит эту информацию, что срочно уйти нужно в сон. Все это обработать, классифицировать, обобщить, разложить по полочкам, набраться новых сил, и можно опять в этот мир возвращаться. Вот, ты пососал, покакал, пописал, тебя поцеловали, покрутили, повертели, попленали, и все-таки перенасыщенный всем, и опять ушел в сон. Вот, и чем, соответственно, взрослеет человек, чем быстрее у него зреют корки, подкорки, все системы, все структуры, нейронные связи и всякое прочее, тем меньше ему со временем нужно сна. Кто-то в три года вот созрел настолько, что ему уже не нужен этот дневной сон, можно не перезагружаться, как ты правильно сказал, да, сна, ночного сна достаточно. А кто-то еще в тревоге, кто-то еще в созревании, да, ему нужен сон. Бывает, что и два раза, у меня Катька долго спала, проблемы были, она чуть ли не до двухлетнего возраста два раза спала. И сейчас она до сих пор умудряется увалиться, в тихий час поспать, потому что нужно все это перебороть, переварить и восстановиться. Так вот, может быть, вашему почти четырехлетнему ребенку уже не нужен дневной сон. У меня, например, сын перестал спать в три, я была в ужасе, как так, это было мое личное время, а тут меня лишили моего личного времени. Но вижу, что никак это на него не влияет, он ни гиперактивным, ни гипоактивным не становится перед ночным сном, но я от ребенка отстала. Ну, что теперь делать? У нас был договор, да, в детском саду ругались за это дело. Либо я его забирала уже перед тихим часом, если у меня была такая возможность, чтобы он нервы в воспитательнице не мотал и сам не мучился. Либо у нас была договоренность с воспитателем и с ним, что он тихонечко лежит. Ему там выдавали игрушку или книжку, или какой-то этот, тогда были эти круглые шары, которые разбираются в роботах. Я забыла, как они называются. У него была целая коллекция, он ложился с одним роботом, и там эти полтора-два часа, ну, мучаясь, конечно, носит хоть руки, мозг были заняты, он их что-то разбирал, собирал, разбирал, собирал. Договорились, что он лежит тихо. Ну, попробуйте договориться с вашим. Ну, может быть, структуру мозга настолько дозрели, что действительно ребенку не нужен тихий час. А почему наказывать? Как можно за физиологию наказывать? Мне кажется, здесь вы не правы. Здесь нужно решить этот вопрос, по-другому взглянуть и решить его. Компромисс найти. За это я его наказываю. Например, не даю ничего вкусного после садика дома. Раньше у нас был такой ритуал. Он ждет, что придет домой и найдет сюрпризы. Теперь сюрпризы нет. Бедный ребенок. Мало того, что он вырос уже из этого, то же самое, что памперса нет. Ты надевай. Да, еще наказывай, еще сюрпризы решают. Сейчас тревожатся, начнут. Сейчас какие-нибудь по нервной системе пойдут. Меня не любят родители. Пойдут какие-то эти запинки. Адекватно ли такое наказание, с моей стороны, как матери? Или как повлиять на ребенка, чтобы он не нарушал дисциплину в саду? Все. Ну, мы объяснили, сейчас поговорили и выяснили, что нужно найти компромисс. Понять, что ребенок уже вырос, ему не нужен этот промежуточный сон. И вот договориться, значит, чтобы воспитатель разрешила ему что-то взять, не громыхающее в кровать, чтобы он мог выдержать эти полтора-два часа лежания в кровати. Я таким детям разрешала, были у нас такие дети в группе, разрешала как можно позже лечь. Потому что вы, я думаю, представляете организацию детского сада? Они все конвейером, гуськом проходят режимные моменты. Вот за стол сели все вместе обедать, и кто-то уже первый поел. Все, чтобы он не мучился, не сел за столом, его отправляешь на горшок. А тот еще ест. И бывает так, что этот уже и на горшок, и разделся, и поболтал, и посуду на место отнес, и уже в кровать лежит, там подушками кидается. А этот еще с тарелкой сидит, ест. Можно притормозить у такого неспящего ребенка, притормозить, тоже здесь посиди. Помоги мне посуду отнести, мы, как правило, нагружали какой-то общественной работой. Стули на месте отнеси, пойди поправь все колготки у всех, поставь все тапочки ровно, обувь детскую всю поставь ровно. То есть я его тяну, если, опять же, грамотный педагог, о чем мы все время говорим, что педагоги должны быть грамотные. Они не должны прийти в сад, просто для галочки от работы. Они должны подходить ко всему педпроцессу очень индивидуально и с психологической точки зрения, скажем так, с чуйкой внутри. Вот у меня была общественная жизнь, он у меня ходил по группе до последнего, порядок наводил, и все, и конфликта же нет, правильно? И трудовая деятельность, и он с удовольствием, он лучше порядок наведет в группе, чем он будет лежать там в кровати и мучиться. Вот, в общем, он до последнего работал, скажем так, по сильным трудам. И когда уже все легли, и когда я уже готова читать книжку, а воспитатель, я вам открою секрет, перед тихим часом обязательно читает какой-то рассказ, стихотворение, или дочитывает то, что накануне не дочитал, обязательно, то я ему говорю, Вань, давай скорее клади и ложись. Все, он последний лег. Он, во-первых, вымотался, у него мыслительная деятельность произошла, трудовая, причины следственные, планирование какое-то, все. Он поработал, и хоть что-то ему нужно лечь, обработать, полежать спокойно. И я его на полчаса раньше поднимаю. Вот он у меня лежит, и вот он в полчаса раз перевернулся, потом во вторые полчаса, я вижу, он уже пять раз перевернулся, потом уже начал сопеть, потом уже начал ковырять соседа здесь по соседней кровати. Все, понимаю, ну все, уже терпи не лопаться. Я говорю, давай вставай, пойдем. Пойдем сейчас сходим на эту, иди с нянечкой на кухню, иди на кухню, фартук надевает, собирают они посуду, кастрюльки, они с нянечкой идут с помощником воспитателя на кухню, булочки там, чай, расставляют, тарелки ходят расставлять. Ну вот и все, весь компромисс. В чем проблема-то? Этому всему учат педагога и грамотные. Опять же, педагог, который хорошо учился в педоучилище, это все легко делается. Для этого он и воспитатель. Воспитывает. Нужно воспитывать. Не нужно ребенка наказывать. Что за воспитатели пошли? Ну что такое? Ну что, свой педколледж, что ли, блин, открыть? Что? Что? Что сделать? Где? Ну педколледж же работают, выпускают воспитатели. Почему? Почему этого нет? Почему этому не учат? Блин, я на Ракоклынской когда-нибудь дойду до открытия этого. Достали меня эти воспитатели. Неграмотные какие-то. 2 сентября, Нина, про адекватность наказания. Не нужно наказывать ребенка. Любите его. Пусть воспитатель воспитывает. И пойдите, вот это все, что я вам сейчас сказала, либо воспитателю это видео покажите, может у нее что-то шевельнется, либо ей это предложите. А давайте так, а давайте вот так. А может быть вот так? Фу. Она скажет, она обидит, скажет, я что, по-твоему? Да. Меня что, не учили? Да, не учили. Ну как-нибудь, да, чтобы ее не обидеть, вам еще доходить 3 года, да? Ну постарайтесь как-то, я не знаю, заехать это как-то грамотно. Да, господи. Вот еще приходится еще у родителей мучить и воспитателей. Докатились вообще, позорище. 2 сентября, Нина, про адекватность наказания. Любите, сыночек, перестанет наказывать. 3,9. Не хочет уходить в детский сад, потому что его там заставляют спать, бедненький. А ему не нужно уже спать. Это то же самое, что заставляют есть каждые 2 часа. Но ему не нужно есть каждые 2 часа. Ему нужно есть там, допустим, каждые 5 часов или 4 часа, бедный ребенок. Сколько мы детей спасаем, Жень, ты чувствуешь?